Приближается начало нового сезона SLTV AM Series. В традиционной лиге примут участие свыше тысячи команд, а дивизион Junior позволит продолжить борьбу за первенство всем участникам, которым не повезло в начальных стадиях. Принимай участие и ты! Регистрация на турнир открыта до 17 ноября и доступна всем желающим. Подробности на сайте dota2.starluder.tv Всем привет! Привет! На сегодня, говорю, это последний раз, да и вообще в межсезонье семи-серии эти слова. С вами InGente и последняя на сегодня игра, финал квалификаций в семи-серию 11 сезона. Встречаются у нас команды Last Dreams и Style Kamikaze Gaming. Напомню, завтра уже начинается. Сами-серия. Подробнее, какие игры я буду комментировать, вы узнаете на моей странице ВКонтакте. Поэтому не забывайте подписываться, если вам интересно. В общем-то... Ну, а у нас финал. Пики команд Last Dream взяли себе Разора и Crystal Maiden. Style Kamikaze Gaming взяли Огрмага, Сайлазера и Джакира. И как-то Дота тихо немножко, надо ее сделать чуть-чуть погромче. Вот так вот хотя бы, да. Вот так вот и, думаю, будет нормально. В общем-то... Дарк Сиир! Еее! Дарк Сиир! Те, кто вчера смотрели мой стрим, знают, что это мой любимый герой. Поэтому я всегда радуюсь, когда он появляется в пиках. А появляется он реально редко. Ну, в общем-то... Баны команд выглядят следующим образом. Команда Style Kamikaze Gaming забанили. Вайпера, Войда, Бристлбека и Тайт Хантера. Команда Last Dream забанили. Тест Профит, Бримастера, Медузу и Андаинга. Дарк Сиир! Магнус, не Магнус, не, это я уже пошутил. Кентавр с массовым станом такого еще можно взять. Кого? Второго саппорта можно взять? Лину. Ну, а у команды Style Kamikaze Gaming появляется Гирокоптер. Гирокоптер тоже довольно-таки интересный герой. Поэтому... Ну, вот вырис... Блин. Я провтыкал. Опять Огрмах и Сайленсер находятся в одной... Команде... Четыре раза подряд они уже были сегодня... Пикнутые на моем стриме и... Немножко уже... От Сайленсера... Голоса болят. Ну, да ладно. У команды Last Dream появляется в пиках Trend Protector. Это вот второй саппорт как раз-таки. Ну, не совсем я согласен с этим пиком сам. Сам. Ну, посмотрим. Команда... Ой, извиняюсь. СКГ забанили... Спектру. Ну и посмотрим, кого теперь забанят... Last Dream. Банят они паком. Ну, в принципе, да. Тут как раз мидера не хватало. Такое впечатление, что эта команда тупо взяла и скопировала пик из... Первой игры. Вот просто Ctrl-C, Ctrl-V. О-о-о-о-о-о-о-о, SF-чик. Вот реально... Не помню, правда, кто был вместо гирокоптера. Сейчас быстренько постараюсь вспомнить, но... Вот тупо точь-в-точь. Ну, тот же самый пик. Некрофос идёт в мид, Джекира идёт оффлей. Ну, понятное дело, это всё. Так, ну ладно, смотрим мы за игрой, а не обсуждаем и бугуртим на то, что повторяется пик. Команда Last Dream. Год играет на SF. Машебаш на Трэд Протекторе. Тут у нас пики... Да, Некрофос закупился как раз таки. На мид, тапок, тапок. Думал, бутылка будет ранен. Ну да ладно, Сайленсер. Какой-то... Подождите. Эээээ... Сайленсер получается. Мид и Некрофос оффлейн. О, намудрили. Команда СКГ сейчас с пиком, но да ладно. Ну а так, всё то же самое. Тут... Тут... Ладно. Так. Зацепили кого? Зацепили здесь Огра, хотя это ещё кто кого-то зацепил. Исплав хороший, ну и Огра должна отсюда убегать. Да, Некрофос всё-таки стоит мид, и на оффлейн отправился у нас Сайленсер будет стадиона против Дарксира. Который какой-то горбатый. Или он всегда такой? Не, ну в этом стадионе он реально смотрит как-то таким горбатым, у него такой панцирь ещё на спине. Да ладно. Что тут у нас? Тут пока особо ничего не происходит. Герокоптер тут с Рокет Баражем. Стоит... Кстати, напоминаю, что на третьем канале StarLadder, Twitch.tv slash StarLadder 3, началась уже вторая часть сегодняшнего дня про серии 11 сезона. Начался у нас там Европейский регион, и для вас сегодня там три игры должно быть. Три игры эти будут комментировать Исаак Квинх. Поэтому, после этой игры, обязательно, или во время этой игры, тоже, в принципе, по вашему желанию, переключайтесь на канал StarLadder 3, переходите, точнее говоря. У нас же тут нет пульта, хотя фиг его знает, откуда вы смотрите. Ну и... Смотрите за про серии 11 сезона. Такой стандартненький вард, можно сказать. Но его не все палят. У СФ уже 15 душ. С 15. Неплохо. И бутылку себе несет уже. Товарищ Гоуд. Так, начинается драка. Плазмофилд, герокоптер. Поправляется в таверн. Забирается, конечно, в Ферсблат СМК, но не так важно. Главное, что Ферсблат за командой Last Dream. Ну, для них, конечно, это важно. Кстати, клинк, 21 урона. Нормально. Что несет Дарксир? Рецепт на Солу Ринг? Да, Солу Ринг у Дарксира. Ну и что будет дальше? Может, Мекку соберет? А, нет. Дальше надо собрать тапок. А из тапка, в принципе, Солу Ринг будет. Значит, скорее всего, он будет собирать Дранквилы. Дранквилы. Дарксир. Либо же ПТ. Даже, в принципе, от него зависит. Либо от нее. Видит СМК в инвизе. Кол, мне хватает маны, просто стопит, и все. Ай-яй-яй-яй. СМК играет без ауры. Поэтому регена не так уж и много. А зачем бутылку им отдали? Пустую. Заобузить. Ну, не заобузить, чтобы СМК подбрала руну, заактивировала ее и отдала СФу. Ну, по идее, на это идет расчет. А, так, плюс ко всему у Хаста, и теперь есть мана у СМК, и поэтому можно спокойно влетать на Некрофос. Тем более, вот он как-то так вот стоит. Да-да-да-да, СМК начинает выходить. Там, тем временем, Разор погиб снизу, но то фигня. Вот так вот, и еще тычку дать. СМК просто в соло забирает Некрофоса. 2-1 становится счет, а Разор каким образом погиб. Разор у нас погиб через Рокет Бараж, Флэг Кэнон, Найс Паф и... Фаер Бласт и Игнайт. Ну, в общем-то, просто его тут растерзали, и походу Трэнд ничего сделать не смог. Ну, плюс ко всему, Ориген был в кулдауне, потому что хилил он только. Ну, в тот момент Разора на миде. Поэтому смогли забрать. Снизу Разора. Так, сверху у нас Селенсер стоит. Ид, фармит у него, имеется тапок, и почти косарь голды на руках. Воу. Вот это мув от Дарксира такой. Снимается ли? Да, это Мека. И... А реально, какой смысл в этом? Ну, вышка как бы все равно не пушится, потому что Селенсер на себя переагривает. Ну, либо он пытается хоть каким-то образом таким пофармить. Так, летит сюда Огр, и сейчас будут неприятности у Дарксира. Нужно Сурдж. Фаер Бласт залетает. И Ласт Ворд. Кажется, легенка не лежит. Еще и Глобал на него потратили. Айс Пав. Ну, в общем-то, и Некрофос приходит и забирает Дэйс Пульсом. Фраг. 2-2. Но... Но-но-но-но-но-но. Он выиграет драгоценное время для команды Ласт Дрим. Потому что, ну, Ярокоптер тут снизу остался один. И Статик Линк. Ну, все. На этом пока что все. Так, а где ЦМка? ЦМка в миде тусуется. Что у нас здесь забыло, интересно. В НВИ. Смаке, 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 смаке. И, походу, ЦМка приплыла. Фаер Бласт. Айс Пав. Дэс Линк. Ой. Дэс Пулс. И Джокера с Ликвид Фаера забирает. Фраг. ЦМки полетели. Так, мидас появляется у СФ. Где он? Подождите. Только... Я понял. ЦМка, короче, у СФа вместо Курьера работает. На мидасу СФа. Седьмая минута. И пошел он, короче, фармить. Лиса. Крипов. Врагов пока, я думаю, вряд ли не получится. Хотя у него 35 душ. Но сейчас бы 36. Шасаем. Можно. Можно попробовать сделать какую-нибудь вылазку вниз. И поубивать тут всех к чертям. Бум. 25 голды. Тренту. Кстати, вот эта ракетка, она засчитывается как Ласт Хит, или нет? Хм. Интересно. Так, что здесь? Бутылка. Чья? Бутылка Дарксира. Мидас. А, я не туда, смотри. Бутылка Некрофоса и Мидас Сайленцера. Сайленцер у нас. Опасный. Через Мидас. Курьер спалил. Что здесь Дарксир. Так. Здесь будет драка. ЦМка. И может... Да, ЦМка прилет в таверну. И... Хотя, если бы он заходил бы сюда и давал ульт, и не было этого айс пафа, то... Там, как раз. Где-то вот такое вот. Не, даже больше. А, там, наверное, герокоптер бы отвалился бы 100%. Так. 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 Слишком много. Так. Как Дарксир... Дарксир, походу, будет пушить здесь линию, да? ЦМка. Конечно, такой себе помощник. Уже, в принципе, есть Мидас у Сайленцера, только нужно принести его. Денайд. Мека. У Дарксира. Мека у Дарксира на 10-й минуте. Это очень-очень хорошо. У Дарксира 64 крипа. Чуть-то на себя тут более чем прекрасно. Еще ЦМка тусуется. Походу, Саунцер что-то шарит. Что-то он подозревает. ЦМки нет на карте, и поэтому он... ...отходит. Снизу. Герокоптер погибает. Джекира. ДД ему не особо поможет, я думаю. Упал. Тавер. Ой-ой-ой. ЦМки, походу, будут проблемы. Хотя есть вакуум. Ой-ой-ой. Все, тут походу приплыли. Там снизу даблкил оформляет Разор тем временем. Да, Джекира там погиб. Но здесь... Хотя Дарксир еще повоюет. Нет, уже не повоюет. Уже Дарксир тоже справляется в таверну. Забирает фраг Огр. Два в два, в принципе, размен. Ну, два фрага снизу на два фрага сверху. И у ЦМки, кстати, появляются Транквилы. Эм... Мэм-мэм-мэм. Ну... СФ. Шадоу Амулет. Ой, тут стаки. Двойные, но... Ничего, тоже приятно. Четыреста холды и будет Лотар. Тренд. Седьмой уровень. Кидает корни, статиклик. Где? Вот он, статиклик, высасывает урон. С Джекира, но маловато. Да? Двадцать восемь всего лишь. Он Джекира и так... Сколько у него урона? Шестьдесят один. У него минус двадцать восемь. Становится похожим на минера. По урону. Кстати, будет забавно, когда добавят минера в... Капитан мод. И... Начнутся... Пики. Особенно мне... Кажется, что он чаще всего будет пикать СНГ Дота. Потому что Old School NS... Ну NS уже, правда, не... Ну... Не играет, он только как бы там... Не смейкер вроде в Virtus.pro. Не смейкер, а... Популяризация вроде как занимается. Ну, в общем... Типа Dread, типа Solo. Хотя нет, Solo вроде пришел уже с Дом 2. Типа Dendy. Ну, в общем, начнется там... Жара. В СНГ Доте. Шестьдесят секунд. Семьдесят. Ой-ой-ой. Силенс и тренд. Колдаун еще залетает. И это... Фракт для Некрофоса. СФ. Ульт. Хороший ульт еще под стяжечку. Ульт. Нарксира. Боже, это минус 4, трипл килл для СФ. Вот это да. Там, наверное, Готаш на стуле подпрыгнул. Най справа. СФ, походу, тут может загулять. Сейчас и ставится сентри и могут видеть его... Хотя он тут сам еще лючлей всем нам дает и погибает гирокоптер, кто тут койлы давал, но я все-таки СФ тут догулялся, 40 хп остается у Джекира и у грмах даблки. Воу, Разор где-то еще погиб. Разор тоже, да, здесь. А, Разор возле Т-1 погиб, че, лол. Загульный, загульный. Так, Разор. Скоро, а, уже, в принципе, есть барабаны, нужно только рецепт забрать с курьера. Так, колба в Саунзера и ЦМК есть ультимейт, ЦМК нет ультимейта, да, в принципе, так, разбирают всех. Даблкил оформляет Дарксир. Вакуум на 3. Так, просто. Радиус 450, это просто забей. Я надеюсь, начнут его пикать чаще, чем его пикают сейчас. Потому что за последний месяц я его только два раза видел в пиках Капитан Мода. Хотелось бы почаще, на самом деле. И, я не могу найти... На, нашел телефон, чтобы открыть чат. Ну, думаю, в чат это мало кто пишет, но все равно. Так, пока я тут открываю, что у нас здесь происходит? А у нас тут происходит смоук-атака. Не, не происходит смоук-атака, ставится пауза. Ну, ждем, ждем. Тут тренд. Ой-ой-ой. Трента могут найти сейчас. На самом деле. Нет. Разминулись они. Игроки, точнее говоря. Но, ловит Fire Blast. Здесь Razor Global, Silence и с ультимейта Некрофоса Razor появляется в таверну. Хоть тут же Киро, кстати, подставил себя. С Койла его забирает SF. Минус-энтрек. Но, Razor разобрать поприятнее. Конечно же. Мега появляется у Некрофоса. Некрофос у нас 11-й левел. И ТП... Нет, Кларики. Нет, это не его Кларики. ТП, значит, должен принести себе сейчас. Какие-то проседания пошли. Нет, показалось. SF приобретает все БКБ. Ну и... Блин. Теперь нужно... Смотрите, надеяться, что повторится то, что мы только что видели. Внизу. Это просто... Еще команде СКГ не повезло, то, что они были, в принципе, не фуловые. Герокоптер был лоу-хп. Был лоу-хп... Не, пол-хп было у Джекира, по-моему. Ну и... Просто вот так вот... Стяжко и... Бышь. Вот, три тпички под дабл-дэмэджем. И Джекира управляются в таверну. Тарксир покупает себе Блинк Даггер. Теперь еще будет интереснее. К примеру, SF находится в Инвизе и... Где-нибудь возле... Команды. И... Просто туда Тарксир. Ну вот, начинает раскастовывать... СФ-Ультимейт. В этом момент прыгает Тарксир, вакуум и просто... Повторяется то, что мы видели снизу. Тарксир, 156 крипов. Добито 37 с Денайна. Вот, вот. Только что была затея, то, которую я только что озвучил. Но не получилось. Разбежались. Игроки тут зацепили ЦМ-ку. ЦМ-ка. Только живая. Но это, мне кажется, ненадолго. Хотя ее в Инвиз закидывает. И... Прямо под ноги ставится сентри. Фаерблафт ставил раззор. И колдаун. ЦМ-ка ультимейт. Но... Йо-йо-йо-й, Сайленс и минус Кристал Мейдан. СФ. Ультимейт. Хороший ультимейт, но... Все поразбежались. Вот, по-троим он попадает в итоге, но... Ой-ой-ой, вакуум. Это минус два уже. Герокоптеры и Угермах отправились в таверну. Стеночка ставится тоже хорошая. Ой-ой-ой. Шакира убивает Дарксира. Хотя бы не Некрофос. Это... Ну... Не придется ему сидеть так долго. В таверне. Хотя... 57 секунд, но... Такое. И... Ой-ой-ой... У Сефа 2-700 на руках. 2-800 и... Блин. Сейчас соберет Скади. Скади... Бабочка. Этого Сефа больно смотреть. По графикам... Ой-ой-ой. По графикам видим, что команда Ласт Дрим ведет... Почти 12 тысяч. Вели чуть больше. Вели почти 13. Даже 14. А вот по опыту... Такая большая разница. Хотя... 6 тысяч все равно... Решает. Сеф, Лотар. Не, не на духа был этот Лотар. Куда Курьер? Курьер в Тайную Лавку. Неужели он сразу начнет... Да, это сразу бабочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну, дашь... Иглосон холожить, или нет? Вместо Врайс Бэнда. Смотрим, смотрим. Подходит команда Ласт Дрим к хайграунду СКГ. Начал просто выложить в стэш все это содержимое. Но если это только... Талисман офф Эвейджен СФу. Да, лоу. Что за проседание? Не могу понять. Некрофос делает Дагон. Тут рецепта понты остается. С Дагона... В принципе, те, кто не умирает с ультимейта, умирает с Дагона. Ну, понятно. Ну, либо наоборот. Так, падает, тем временем Т2 сверху у команды СКГ. Фортификейшена нет. Нет. ТТ, я сказал... Нету фортификейшена у команды СКГ именно, но Т2 падает. А Т3, думаю, типа, кажется, рановато. Можно сделать ТП. Вышку еще. Т1 стоит фулловая. Все Т1 вышки стоят. ТП 300 хп нету. Тут. 500, ну и тут 500. Хотя подходит. Такое Т3. Немножко погрызли. Ну, на этом все. Фаербласт. Пауза. Проверю. Сразу себе пинах. Не, 57 нормально. Так. Взглянем на графике, но вот обратно они пошли вверх по голде у команды Last Dream. Уже обратно 13 тысяч по голде по NetWars. Преимущество по голде, я сейчас вам скажу, по голде разница почти 12. И по опыту где-то 8 тысяч идет команда Last Dream. Напомню, вчера они встречались в финале с командой TKTL. И команда Last Dream проиграла тот матч. Команда TKTL вышла в семисерию. И сейчас Last Dream тоже близки к выходу. Семисерию, которая начинается завтра. Ракетку разбивают. Ну и какая-то непонятная ересь происходит на карте. Серьезно, вот-вот. Правильно, Разор летит вниз и нужно идти ломать этот T2. Последний, T2 на карте. С тех пор Кларики валяется. И Баттерфляй у Shadow Demon. О, Shadow Finda. Shadow Demon. А! Вместо чего? Вместо Брайс Бенда, конечно же. Бутылка может еще понадобиться. Хотя... Тверун лежит на карте. Он их даже не обузит, поэтому может, в принципе, и вместо бутылки вложить. Да, бутылку продал, ну и... Летит в Баттерфляй. Сфчику. Сдай-ка он появляется у Некра. Еще и Люсиса хилиют. Она ж не хилилится, лоу. Две атаки в секунду. Пока мы смотрим тут на Рожана, там... Это T2 у команды СКГ, ну и вот вместо Брайс Бенда. СФ забирает Аегис. Преимущество уже более 15 тысяч по голде, по натворству. И более 10 по XP. Ну и теперь можно, я думаю, спокойно заходить на... Не спокойно, но... Заходить, думаю, можно. Хейграунд. Мега, если что, есть. Тренд в команде имеется. Аганим. У Силенсера, ну хотя бы не первым артефактом. Как это было три игры подряд. И тот Силенсер каким-то образом еще и умудрился выигрывать игры. Ну, кроме последней. Ну хотя бы почему первым артефактом Аганим? Это Брюс Урон к Global Silence, поэтому... Такой приятный бонус. Кристалис. Появляется. Ну не появляется, покупает СФ себе его. А эти пафы залетают хорошие, реально. У Джагира претензий нету. Начинается драка. Некра может погибнуть. Некра! Правляться в таверну калдаун. Залетает. Сбили ульт-ЦМки. Тренд. Тренд сгорает на Макрампире. СФ, кстати, ультимейт не давал. Без него трипл-кил он сделал. Делает Бэбэк. Огр. Ой-ой-ой, как тут больно. Ультра-килл и... Огр. 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 Это рэмпедж. Это должен быть рэмпедж. Это обязан быть рэмпедж. Нет, замораживают. СФ-а. Ультимейт. Это рэмпедж. Это может быть двойной рэмпедж. Иди сюда, Джагира. Говорит ему. И да, это двойной рэмпедж от СФ-а. При том учете, что он не забрал кристаллист, но двойной рэмпедж это, конечно, хорошо. Ну а кто сторону будет ломать, лол. Там уже двое героя и остановились. Дайя. Объединенная рэмпедж от СФ-а. Так. Уже почти 20 тысячи колдей ведёт команда Last Dream. И... 15 тысяч икс бы почти 20 тысяч нет ворс ведь любой потерянный артефакт это минус этот ворс идет лол что за щитком лол нормально есть call down есть рейпер сайс есть принципе все есть и сэф заходит под бкб и в принципе там 40 секунд так уж много самом деле last words сбивают себе его тренд и и ул скоро будет уже дайдалус имеется руках он там по пути курилер закинул тайну лавку разор плазмафилд бкб начинает высадить урона декрад тем временем погиб герокоптер герокоптер без байбека падает т3 просто и 907 крит вылетает бедный джакира падает бараки снизу и походу тут уже должно просто быть кг сэф сейчас должен быть имеет не и без ультимейта принципе разбираются в вакуум global там принципе без глобала очередной ультра килл и вот сайлансер смотрим сф сф и и и второй рэмпэдж на свою игру но и сэфа убили сэфа убили сбили с него стрик и сейчас будет интерес посмотреть на вот этот за сэфа касали 800 голды голда позволила сделать ему байпэк и вейт а как он сюда вернулся бкб и просто с разворота начинают навалить а сэф по всему что движется даблкил очередные джакира еще 1000 куда чем 22 хп остается за на течке и это гуд кейм команда last dreams выходит всеми серию 11 сезона шикарная игра просто просто шикарная игра думаю я ее еще долго не забуду блин реально круто вот нам показывает итоговую таблицу last dream victory ну я вам хочу напомнить что на третьем канале идет про серия 11 сезона комментирует и и исаак клинг поэтому переходите сразу после этой трансляции туда которая сейчас прям заканчивается также напоминаю что нужно регистрироваться на аматорку пока регистрация еще доступна сегодня вроде как последний день завтра уже начинается матерка на завтра думаю до начала можно будет тоже зарегистрироваться поэтому регистрируйтесь и участвуйте принимайте участие выигрывайте призовые проходите дальше по ладеру сэми про и может быть мы вас увидим в star но я с вами буду прощаться не забывайте подписываться на все социальные сети star ladder tv не забывайте подписываться на мою страницу вконтакте все ссылки есть в описании и спасибо что смотрели меня всем удачи всем пока пока